МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Заключить индивидуальный договор со своей управляющей компанией и сэкономить до 30% на плате за содержание общедомового имущества. Сегодня это возможно для любого многоквартирного дома. Что для этого нужно, кто может в этом помочь и где узнать все детали, а также о том, как обстоят дела с реализацией программы капитального ремонта в нашем городе и есть ли перспективы для улучшения ситуации. Говорим с депутатом Городской думы, заместителем председателя Ассоциации советов многоквартирных домов в Сарове Людмилой Колотухиной. Людмила Ергалиевна, сфера ЖКХ, наверное, одна из таких самых основных сфер, где больше всего вопросов и жалоб горожан. И зачастую эти жалобы связаны с несоответствием тех средств, которые платятся, и получаемых работ. При этом мало кто знает, что жилищный кодекс, оказывается, я сама недавно узнала об этом, только позволяет установить собственникам свою цену на работы по содержанию жилья. Для этого необходимо организовать, как я поняла, общее собрание собственников жилья, проголосовать за стоимость, заключить договор с управляющей компанией. Это в теории. На практике все, наверное, немножко посложнее. Вот об этих индивидуальных договорах давайте с вами поговорим, потому что я знаю, что прецедент в Сарове уже есть. Уже один многоквартирный дом заключил такой индивидуальный договор с центром ЖКХ. Что они получили благодаря этому договору, как сражались. Я знаю, что это не за один месяц все решилось, это была долгая борьба за этот договор. Чуть-чуть поподробнее расскажите. Да, действительно, у нас в Сарове, можно сказать, произошла революция, прорыв, о котором лично я мечтала очень давно. И мы, а я имею в виду Ассоциацию Советов многоквартирных домов Сарова, проводили эксперименты и мечтали о заключении новых договоров с управляющей организацией. Что такое договор? Это прежде всего его определение, его стоимости. То есть расчет затрат на содержание непосредственно вашего дома. Давайте сразу определимся, что входит в понятие содержания дома. К содержанию или к затратам на содержание относятся затраты, связанные с содержанием общедомового имущества. А к общедомовому имуществу у нас относятся крыши, вентиляционные, фасады, сами домов, фундаменты, приборы коллективного учета. Лифтовое оборудование, внутридомовые инженерные сети, фундамент, подвальные помещения. На содержание получается вот этого всего имущества мы, как собственники, сами можем установить цену. В соответствии с жилищным кодексом цена на содержание устанавливается непосредственно собственниками на момент заключения договора. Управляющая организация, а у нас их сейчас в Сарове уже несколько, МОП-центр ЖКХ не является монополистом, должна предоставить расчеты для собственников, которые она предлагает при заключении договорных отношений. То есть, к примеру, вот допустим, содержание крыши стоит, наугад цифры говорю, 50 рублей с квартиры, потому что в эту цифру входит это, это и это. И я как собственник либо соглашаюсь, либо не соглашаюсь с этим расчетом. Но дело в том, что собственники должны принять коллегиальное решение на общем собрании. Что это означает? Что при заключении договора должно быть проведено общее собрание, которое определяет основные позиции договора и утверждает затраты на содержание общего имущества. И все-таки вот как эта стоимость определяется? Она определяется, исходя из расчетов управляющей компании или жители сами как-то решаются? Все равно какое-то основание должно быть не из головы жительства. Конечно, конечно. Только управляющая организация знает нормативные документы, знает тот объем работ и те затраты, которые ей необходимо сделать, совершить для предоставления конкретной услуги. И чтобы мы с этим согласились, они должны это обосновать. А мы там с ними уже можем поторговаться. Конечно, конечно. Если мы не принимаем решение об установлении размера затрат на содержание общедомового имущества, то по жилищному кодексу автоматом на нас распространяется тот размер оплаты, который установлен городскими органами власти. Давайте к конкретному примеру перейдем. Вот договор, который уже заключен, индивидуальный договор, это дом на Шверника, да, по-моему? Да, мы говорили уже о прорыве. Действительно, если мне память не изменяет, 4 октября этого года председателем Совета многоквартирного дома по Шверника 15-Б и МУП-центром ЖКХ подписан новый договор управления с этим домом и сделан индивидуальный расчет затрат на содержание данного многоквартирного дома. Здесь необходимо сказать о том, что Алексей Подсизерцев, председатель Совета, провел колоссальную работу. В течение года он тотально отрабатывал громаднейший объем информации, который необходим был ему для ведения переговорного процесса с управляющей организацией и проявил немалую настойчивость, целеустремленность. И таким образом, с 1 января 2018 года жители этого дома вступают в новые взаимоотношения с управляющей компанией и затраты на содержание общедомового имущества по новому договору снизились на 11 рублей 2 копейки, что составляет 28% почти от ранее применяемых расчетов, принятых для этого конкретного дома. То есть почти на треть они будут платить меньше за содержание жилья. Да, вот расчеты показывают, что в месяц квартира в зависимости от ее площади может сэкономить от 500 до 700 рублей. Это ощутимая сумма. Естественно, если мы даже помножим на 12, то мы увидим, что, допустим, однокомнатная квартира в течение года сэкономит 6 тысяч. Но с одной стороны, конечно, замечательно, да, вот этот вот индивидуальный договор. Мы определяем стоимость, мы платим за конкретные, за конкретно проделанные работы, а не за абстрактное какое-то содержание жилья. Мы понимаем, за что мы платим. Это с одной стороны. С другой стороны, вот вы еще начали этот рассказ. Почти год ушел на то, чтобы этот договор был заключен. Это же не каждый человек настолько терпелив. Конечно. Или этот год нужен был, чтобы создать этот прецедент, и сейчас по этой протоптанной дорожке остальным будет идти проще? Как вы думаете? Или все-таки пока сложно с этим? Ну, мы должны порадоваться, что состоялся первый факт. И даже в области отметили, что мы являемся вот одними из первопроходцев, порадовались за нас. Ну, работать надо очень много. И это, ну, что такое договор? Это движение двух заинтересованных сторон навстречу друг другу. И если собственники не в состоянии сформулировать своей цели, то они не знают, какие задачки необходимо им решить по мере движения к достижению назначенной цели. То есть, получается, если в моем доме живет какой-то активный, инициативный, юридически подкованный человек, то у меня есть шансы на этот договор. Если нет, то либо брать все свои в руки, либо вот смириться со сложившейся ситуацией. Пока так. Но я считаю, что должна быть система. К сожалению, мы разрушили старую систему и не создали новую. А новую систему и схему ее организации должны создавать местные органы власти. Потому что данный вопрос не относится ни к федеральному, ни к региональному уровню. Это вопросы местного значения. Но для того, чтобы решить вопрос местного значения, необходимо научить людей, живущих в одном доме, принимать коллективные, коллегиальные и легальные решения. Необходимо создать условия для принятия этих решений. У нас, к сожалению, этого в городе нет. Ну вот вы проводите школу умного, да, собственника она называется? Нет. На следующий год мы отметим пятилетний юбилей нашему первому проекту, который называется «Школа ответственного собственника», который проводится у нас каждый четвертый четверг месяца в библиотеке имени Маяковского. Всех приглашаю. Вход свободный для всех. Да, вход свободный. Без этого информационно-просветительского проекта очень сложно одному решать задачки по формированию новой системы взаимоотношений с управляющими организациями, а они в этом, да, не заинтересованы. Конечно. Хорошо, что мы практически в Сарове жили очень длительный период как при коммунизме. Достаточно неплохо была организована работа жилищно-коммунальных сфер, но если там говорить о капитальном ремонте, да, сроки которого уже у нас двухкратно превзошли все нормативы, да, это связано и со сменой государственной системы управления. Ну да, действительно, вот капитальный ремонт это вот вопрос, который очень остро, очень больно сейчас стоит, потому что вот слушала последние отчеты, когда речь идет о капитальном ремонте, там такие цифры фигурировали. В период с 2008 по 2012 год в городе ежегодно ремонтировалось порядка 10 многоквартирных домов, а с 2014 года с начала работы вот этой программы капитального ремонта и передачи полномочий по этому направлению регионам все кардинально изменилось, и у нас там два, по-моему, дома, да, отремонтировано? Или сколько? Вообще, какое-то смешное количество этих домов отремонтировано. Ну, в краткосрочной программе 2014-2018 года у нас 21 дом, поскольку капитальный ремонт у нас в соответствии с новым... Заявлен 21, не отремонтирован. Заявлен, да. Принято работа по информации, которая нам была предоставлена департаментом городского хозяйства, только по одному дому. Капитальный ремонт по тому графику, который у нас сегодня утвержден, может осуществаться... Он утвержден регионом, вот этим вот фондом капитального ремонта. Уставлен, да, и разработан органами местного самоуправления и утверждается непосредственно регионом. Главное отличие состоит в том, что капитальный ремонт был зоной ответственности местных властей по новому закону, в том числе и Нижегородской области. Это исключительная ответственность органов региональной власти. Мы платим региональному оператору. То есть наши деньги, они уходят в фонд капитального ремонта. А вот в этот общий котел, получается, да, из этого общего котла по графику, который расписан там чуть ли не до 40-го года, нам вот в соответствии с графиком денежки поступают, ремонт... Ищется подрядчик, ремонт делается. Получается, что мой дом, он действительно может быть стоять в графике где-нибудь там на 27-й, на 30-й год, а крыша-то сегодня течет. Рейтинг или последовательность капитального ремонта домов определена изначально органами местного самоуправления, но на этом их функционал был закончен. Теперь непосредственно субъекты, края республики и области создают фонд капитального ремонта или регионального оператора. У всех региональных операторов, грубо говоря, три основные функции. Это финансовая, техническая и контрольная. Задача номер один настоящего периода – это все-таки закончить период вхождения в новую систему, отрегулировать все взаимоотношения между региональным оператором, подрядчиками и собственниками, как основной контролирующий субъект и приемки выполненных работ, и уже войти в эту систему капитального ремонта. Потому что если у нас первую пятилетку, 14-18 год, 21 дом, а мы только в 8 домов вошли, то еще 13... У нас год остался. Думаете, реально нам эту программу выполнить? Ее выполнить еще нереально по двум причинам. Мало того, что область не очень эффективно, видимо, сработала по организации капитального ремонта. У нас есть свои особенности закрытого административного территориального образования, когда три месяца необходимы для оформления въезда к подрядчикам, тем людям, которые занимаются проектировщиком. А у нас в СССР и нет своих? Поскольку распределение работ жестко определяется 44-м федеральным законом, и только победители открытого конкурса могут выполнять работы по капитальному ремонту и проектированию, у нас сегодня подрядчиками являются компании, которые находятся там или живут в Ростове, а может быть и в Сахалине. Одним из возможных путей решения вот этой ситуации сегодня называют открытие спецсчетов. Вот это опять договорные отношения, когда собственники, видимо, жилья заключают опять-таки договоры и аккумулируют средства уже на своих вот этих открытых спецсчетах, и уже сами понимают, какой объем средств, когда тратится, на что они уже не стоят в очереди, они сами, можно сказать, контролируют капремонт своего дома. Вот насколько это реальная ситуация, реальный путь решения для собственников сегодня? Граждане должны понимать, когда наши деньги находятся на счете регионального оператора, то наш дом в 2018 году ремонтируется за счет всех средств, аккумулированных на счете, со всех 900 домов, допустим, города Сарова. Если мы открываем спецсчет, вот сколько накопили, столько и потратили. То есть, если старый дом примет это решение, то он вообще, как бы, провести капитальный ремонт нереально. Вслед за принятием этого решения он должен будет в любом случае принять решение о получении кредита. Кредиты, как известно, никто без процентов не дают. И вот старым домам, я считаю, что невыгодно иметь, то есть, принимать решение об открытии спецсчета. Потом, если в этом доме нет пенсионера или пенсионерки, нет молодого человека, который заинтересован этой проблемой, которого на общем собрании собственники не наделили полномочиями по представлению им интересов всех со-собственников дома, если он не желает, да, то вообще в эту воду лучше не входить. Пускай уже все течет, как течет, под общим правилом. Можно накрутить, навертеть еще хуже, получается. Естественно. Еще один вариант, да, который как раз озвучивали вы недавно на одном из заседаний комитетов. Я знаю, что создана сейчас рабочая группа из представителей думы и администрации. Это создание здесь в Сарове самостоятельного фонда капитального ремонта. И тогда мы уйдем от этих проблем, связанных с поиском подрядчика за пределами, да, допустим, нашего города. Какие-то сроки могут сократиться. И когда здесь фонд на земле, наверное, ему проще ориентироваться, как средства, поступающие на его счета, распределять. Потому что перед глазами все эти дома. Вот немножко об этом самостоятельном фонде. Насколько это реальная перспектива? О чем уже договорились на рабочей группе? И чего нам ждать? Дело в том, что инициатива по созданию в Сарове самостоятельного регионального оператора была озвучена еще два года назад. Но, к сожалению, она не находила отклика в душах большинства, допустим, депутатов. И вот после того, как в сентябре, нет, извиняюсь, в октябре этого года городская администрация вынуждена была объявить в Сарове чрезвычайную ситуацию в связи с неподключением тепла в двух многоквартирных домов, где осуществлялся ремонт инженерных внутридомовых систем, где были батареи по лету срезаны, но не установлены. Не установлены из-за того, что региональный оператор не своевременно рассчитался с подрядчиком по выполнению этих работ, а подрядчик, это город Ростов либо Сахалин, собрал свои вещи и благополучно ушел. Таким образом, городская администрация, выполняя свой функционал, не могла оставить людей без тепла. Было объявлено о чрезвычайной ситуации. Подключены все ресурсы, включая и ресурсы в НИЭФ. Работа была выполнена. Люди живут в отапливаемых помещениях жилых, поэтому слава Богу. Но этот вопрос оголил проблему и был озвучен на комитетах, была создана рабочая группа. Инициатива поддержана местным отделением «Единая Россия». На ближайшем совещании в Железноводске, где будут обсуждаться вопросы, связанные с законом АЗАТО, она будет, опять же, озвучена. И я думаю, что мы не должны эту задачку замылить, забыть. Нам важно будить, теребить всех тех, от кого зависит принятие этого решения. Законодательные основы у нас, к счастью, есть. Я достаточно глубоко сейчас влезла в эту проблему. Мне интересно. Я практически ежедневно сижу над учебниками, которые называются законодательно-нормативные документы, и изучаю их по мере возможностей. Людмила Ергалеевна, время нашей традиционной рубрики, с которой вы уже знакомы, «Обросник Пруст». Оторвемся немножко от ЖКХ и поговорим о вас лично. Людмила Ергалеевна, ваш первый вопрос. А, вот так. Я не трус, но я боюсь. Сложный? Да нет, не сложный. Какое ваше любимое занятие? Да вот с утра до ночи... Читать нормативно-правовые документы. Ну, нравится. Вот такая уродилась. Следующий вопрос. Каким вам представляется предельное счастье? Что для вас счастье? Ну, все-таки, несмотря на то, что я любитель изучения законодательно-нормативных документов, счастье – это семья, дети. И последний вопрос. Ну, и у меня двое внуков. И, конечно, счастье и успехи внуков – это мое счастье. Ой. Что там? А это, наверное, самый нелюбимый мой вопрос. Я о нем думала и не нашла ответа, потому что он звучит так. Ваши любимые литературные герои. Мне стыдно признаться в том, что художественную литературу я променяла на литературу законодательно-нормативную. И, идя сюда, я думала, а кто же он любимый? Вот. И, наверное, я отвечу, что нет у меня сейчас любимого героя. Я попытаюсь в ближайшее время с ним определиться. Хорошо. Спасибо за ваши ответы. Это была Людмила Колотухина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова